16 лабораторно подтвержденных случаев. Эпидемиологическая ситуация по куре в регионе на постоянном контроле Роспотребнадзора. В настоящее время карантин введен в двух школах областного центра. В гимназии номер 32 и 22 лице детей три недели не будут допускать к занятиям. Все контактные лица под наблюдением врачей. Мы сами вызываем детей. Если непривитый ребенок здоров на данный момент, его прививают по возрасту, как положено. Если ребенок переболел, допустим, ОРВИ, пневмония или что-либо, есть временный медицинский отвод или дети до года, мы делаем иммуноглобулин. Взрослый поликлиник аналогично. То есть вызывает на себя и вакцинирует взрослое население, кто не болел или не привит. Если у ребенка есть прививка, то беспокоиться не о чем. Получить достоверную информацию можно у своего участкового врача. Дети должны быть привиты в один год. В шесть лет проводится ревакцинация. Прививки переносятся хорошо, легко. Могут быть незначительные домогания в первые 5-10 дней, но таких случаев обычно не бывает. Это единичное. Возможно, небольшое повышение температуры, но опять же на практике переносятся очень хорошо прививки. Кори – это острое инфекционное заболевание. Опасна она осложнениями. Поэтому важно вызвать врача на дом и не посещать поликлинику самостоятельно. Вирус отличается высокой летучестью. Все люди, которые контактировали, практически не привитые, не болевшие кори, могут заболеть корью. Что должно осторожить родителей? Первый симптом – это подъем температуры до 39-40 градусов. Могут появляться катаральные явления, то есть сухой кашель, насмех, светобоязнь, осиповый голос, небольшая слезостечения. На 3-4 день появляется высыпание. Начинаются они обычно за ушами, на лице, потом запускаются на шею, на грудную клетку, на конечность. Лекарства от кори нет, лечение асимптоматическое. Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация. Прививка против кори создает иммунитет на срок более 20 лет. Однако сейчас в приоритете люди, оказавшиеся в контакте с больными. Таких в регионе привито уже 384, в том числе 197 детей. Сегодня должна поступить вакцина 1000 доз, которую мы закупаем за счет областного бюджета. И после 15 марта еще 1000 доз. Но вначале мы завершаем вакцинацию контактных лиц, а дальше уже будет вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок. И после первого квартала Министерством здравоохранения будет поставлено в регионы по нашей заявке 3500 доз. В рамках национального календаря вакцинируют и взрослых в возрасте от 18 до 35 лет, если они ранее не были привиты и не болели корью. Кроме того, до 55 лет включительно прививают людей из групп риска – работников образования, здравоохранения и сферы услуг. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.